В понедельник Кличко официально на своем сайте заявляет, удар не проголосует за Наливайченко, он самый профессиональный и самый лучший руководитель СБУ за все время, которое только было и которое может сейчас быть. Это лежит на его сайте, это лежит на его страничке в фейсбуке, я вчера перепустил специально, чтобы не было никакого сомнений. Вчера, ну неправильно, со среды на четверг ночью происходят торги, так складывается с нашими политиками, что скрыть ничего неизвестно. Мы знаем, кому что предлагают, мы знаем, кому таможню предлагают, кому прокурора предлагают, кому прокурора города предлагают, каждый выставляет свои ставки. Кто-то выставил настолько высокие ставки, что их не удовлетворили, кто-то наоборот согласился понизить стандарты. Дальше что происходит? Дальше ударовцы сливают, откровенно предают своего однопартийца. Почему? Ну потому что так сильно, вернее так слабы, видимо, позиции мэра Киева в Киеве, что он понимает, в два тура он не выиграет. Поэтому он ставит ультимативные условия, я готов отдать Наливайченко, но в один тур. Дальше, секундочку, я закончу, секундочку, что вы поймете. Затем, почему это происходит? Потому что им манипулируют застройщики, потому что он не смог себя четко поставить в этом городе. Все. Дальше происходит размен, Наливайченко меняют. Проблема даже не в том, что его поменяли. Как поменяли? Человек не отчитался перед Верховной Радой. Мы не знаем, что он сделал, что он не сделал дальше. Вы видели постанову на его снятие? Там нету причины. Я когда-то помню, как уже Кучма снимал одного председателя СБУ со словами за создание собственного политического имиджа. Получается, мы ходим по кругу, мы повторяем, все повторяется. И самое ужасное. Человека фактически обменяли. Представляете, это такая мелкая, не очень качественная работорговля за посты прокурора Киева и выборы в один тур.